Друзья, всем привет! Поздняя осень, у нас остались последние плоды земли на грядках. Предлагаю сегодня вот такую вот штуку, немного грязную, приготовить. У меня есть новый необычный рецепт с яйцами. Пойдемте дальше соберем все, что осталось на грядках и из этого будем готовить. Последние набеги на наши парники. На улице, кстати, писяц холодно. О, слушай, ну петрушка еще порастет, я думаю, я, конечно, соберу. Она прям классная, надо не забывать поливать. Это тоже, кстати, петрушка, она просто переросшая. Что-то какой-то переросток. Попробуем, что из крупных листьев. Так, чуть-чуть петрушки. А, тут уже осенний беспорядок. Ой, а базилик у меня померз походу. Но я все равно пару веток. А, вот такой мега душистый. Либо это, нет, он померз. Он померз, так что мы его вот так вот, листочки возьмем. Вот. А вот еще нормальные есть. Ну, это мы сейчас, да, сейчас я еще отломаю. А рядом с тобой, это кинза, да, по-моему? Нет, это тоже петрушка. А тоже петрушка, да? Кудрявая только. Кудрявая петрушка. А кинза вон там. Прям как я. Да, прям как ты. Вон там вот несколько... Кинза она миленькая, она тепло любит, но я. Вот тут уже ничего не осталось. А, душистый супер. Нам для рецепта пригодится. О, смотрите. Не вижу. Смотрите, какой классный перец. Я думаю, его мы тоже добавим. А, свой с грядки. Там на улице еще был укроп, пойдемте. Хотел сначала приготовить на улице, но что-то как-то тучи, ветер, очень холодно. Так что за укропом и в дом. Ну, тут печаль. Огурцов нету. Дождик. И дождь начинается. Пойдем быстрее за укропом. Там углы есть классные шкала. А то надо будет содрать. На, держи перец. Ох, у меня прям классные ветки укропа, прям на засобу. Волшебно. Пойдем в дом готовить, потому что на улице что-то как-то вообще. Мы переместились на кухню, потому что на улице достаточно холодно. Итак, все наши ингредиенты. Мы добавили яйца. Это вы уже видели, как мы снимали с огорода последние. Кусочек сыра, лук, ну и пару зубчиков чеснока. А теперь давайте приготовим. Для начала возьмем наш чудо кабачок. Давайте посмотрим, что у него внутри. Ох, какой мусс трещит. Смотрите, какой он классный. Он прям как... Какой жёсткий. А, супер. Так, его надо почистить, потому что кожа у него очень жёсткая. Ну, мы приготовим, попробуем четыре части. Нарезаем кольцами. Точнее, кусками. А из них делаем кольца, вырезая серединку. Вот такие вот кольца у нас получаются. Получили наши кольца. Поставили нагреваться в сковородку. Ну, так. Ещё пока не совсем нагрелась. Даже пробочка не жарится. Вот. 2-3 столовые ложки растительного масла. Укладываем их на сковородку. И уходим делать для них начинку. А они пока пусть обжариваются с одной стороны. Сыр разделим на 4 порции. И пока отложим в сторону. Нам понадобится Чуть-чуть лука. Нарезанного достаточно мелко. А сзади уже начинает шкарчать. Так что надо ускориться. Нарубаем чеснок. Возьмём чуть-чуть болгарского перца. Буквально срежем щёчку. Больше даже, наверное, не буду. Наша душистая, пахучая зелень. Я собрал всё, что было. Листья базилика. Веточка укропа. Пару веточек петрушки. И где-то тут была кинза. В общем, вот. Нарубили. Вы не представляете, какой тут запах сейчас стоит. Вообще волшебно. А теперь вернёмся к нашим кольцам. Главное не упустить, чтобы они не сгорели. Но они ещё даже не пожарились. Ждём. Смотрите. Наши колишки уже становятся так чуть прозрачными. Это повод их перевернуть. Смотрите. Оно уже поджарилось. Смотрите, какие они классные. Возьмём яйцо и по одной штучке. Каждый из кабачков аккуратно, по чуть-чуть вливаем. Вот так вот получается. Не пугайтесь, если у вас так же одно вытечет. Ничего страшного в этом нет. А теперь возьмём наш лук. Чуть-чуть посыпем каждую. Чуть-чуть болгарского перца. Капельку чеснока. Нашу супер ароматную зелень. Чувствуешь, какой запах? И по кусочку сыра сверху. А теперь убавим огонь на минимум. Накроем крышкой. И подождём минут 7-10. Это будет волшебно. А что я забыл сделать? Посолить. Спустя 5 минут Открываем нашу крышку. Запах чеснока чувствуешь? Вкусно пахнет. Тут уже с тарелкой, да, уже готово? Угу. Вот наши кабачки. Они уже мягкие, видите, какие. С яйцом, под сыром. Ай, волшебно пахнут. Как тебе? Очень аппетитно. По-моему, это классно. Я думаю, даже дети будут восторны. Хоть есть немного чеснока. Вот такие вот кабачки с яйцом, с сыром, чесноком и зеленью. Приятного аппетита. И помните, готовить это просто. А я буду домашних звать. Пока-пока.